здравствуйте мои дорогие сегодня у нас опять ася в гости в гостях засыть за чаепитием и за слово божье ася чай пей сегодня будем говорить о ассири вопросы есть и у нее есть какие-то мысли хочу что я тоже хочу послушать потому что мало наших молодых нашем молодом поколении у них много вопросов и у них есть тоже откровение от господа они очень важны для нас для верующих которые уже много лет знать и ходить в ногу с ними и просто мыслить с ними и видеть мир их глазами и просто ходить в ногу ну говори а вот недавно мы праздновали пасху и иисус он брал свой крест и шел исполнить волю отца и также мы должны брать свой крест я хотела спросить вот каким образом мы должны каждый день брать этот крест у тебя есть какие-то мысли по этому поводу какие-то откровения что-то господь господь тебе что-то ну мы даже просто каждый день когда мы встаем как павел говорит о слове пригвоздить все то есть все что негативное внутри у нас вот должен ты так понимаешь это твои мысли да что то что негативно как бы мы отдаем богу и мы берем божие иго чтобы нам жить такой жизнью изобилие мы должны как бы следовать его заповедям я так понимаю что мы должны брать то есть заповеди ты думаешь заповеди ты это крест может нет не то чтобы ты обязательно подумай да и что тебе даже дух святой дух святой говорит и потом обязательно скажи свои мысли потому что мы думаем и мысли приходит и приходит мысли от господа нашего мы благодарим господа что он сейчас с нами говорит и в нас говорит и вас которые слушайте вас нам уже сразу пришли сразу к вам пришли тоже в голову мысли и слова из писания что такое есть крест как бы ты хочешь спросить что такое вы как бы он говорит возьмите крест и следуйте за мной дальше такой крест для меня я просто говорю своими своими собственными там это мои это мои переживания мои мысли и я просто ими делюсь я не говорю что это именно так вы должны думать или вот именно это есть правда да это то что господь мне открылся в этот момент моей жизни вот в эти годы в этот момент в эту секунду господь открывается через это слово для меня крест возьмите крест и следуйте за мной крест смотрите есть такой крест крест да да как ты говоришь пасхи или до воскресенья и после воскресенья то есть я считаю человеком человек после того что господь воскресно я человек нового завета новый завет начался тогда когда иисус христос снял тыс мертвый с креста он снялся да он мертвый на кресте мертвости свое он умертвил закон умертвил проклятие умертвил грех мертвый свой сегодня умертвил и теперь он когда он же вот это новый завет пришел когда он господь воскрес когда-то вам хорошей вот я пойду к отцу чтобы дать вам утешителя чтобы он к нам пришел опять и жил в нас вдохом святым вот я есть я есть человек нового завета я есть для меня крест он сейчас пустой да у этих католиков они до сих пор смотрят на этот крест где иисус христос пригвожден распят его то для них он до сих пор он до сих пор он висит на кресте или на на коленочках умери у марии ага у марии сидит до сих пор у католиков поэтому виде как так важно знать для меня как важно знать что он воскрес он живой да и иисус и крест в этот крест он пустой на кресте он все сделал да он это сделал креста у его принесли для него это специально этот древо вот эта древко на древке только проклятый человек должен быть висеть на это такой закон человек который проклятый его проклял весь народ его пригвозили вот это есть проклятый написано проклят всяк висящий на древке написано да и вот он взял проклятие пригвоздил и для меня возьмите свой крест каждый день да это что такое я беру то что он сделал на кресте то что он уже умертвил и сделал этот крест пусты да а когда крест пустой он легкий да и теперь креста этого для нас этого креста он не можем он для нас он господь это сделал сотворил да теперь мы не будем пригвождены потому что он сам пригвоздился за меня и что я беру я беру то что он сделал за меня что он например он сделал он обмен совершил он совершил обмен да теперь когда я в этот обмен он забрал у меня до грех проклятие забрал и на кресте он сделал из креста дал мне благословение жизнь вечную до святость праведность он отдел меня в праведность и когда я беру свой крест я беру святость господа я беру его праведность я одеваюсь в одежды я обликаюсь написано облеките свои сессу христа написано обретите что такое оденьтесь а пур он по-английски пур он это значит начатывать взяла ковточку взяла поменял я взяла кофточку вы все надела я одела да его а это облегитесь облегитесь отдельтесь во христа да вот это есть крест для меня я одела свою христа да я взяла его разом написано да у нас есть ум христов да я и поэтому моя жизнь есть благодарность Почему он сказал два раза? Радуйтесь, еще я вам говорю, радуйтесь, говорит Иисус Христос, да, я даю вам радость, не то, что мир приносит, я даю вам мир, и вот я хожу в этом мире, да, я радуюсь, потому что он это сделал, мне не надо было ничего делать, только мне надо, да, всегда есть кондиции, всегда есть условия, да, какое условие для того, чтобы ходить в этой радости? Давайте поверить, все, мне надо было в это поверить, вау, сказать, вау, Господь это все сделал и дал мне на этой земле ходить в царствие, в его Божие, а царство Божие это царство, это великое, огромное царство, царство, где есть блага, богатства, это огромная территория, да, блага и богатства в каждом его завете, да, в каждом, в его жизни, да, мало того, что на этой земле мы обрели вот этот шелом, да, жить в этом царстве удивительном, да, который никогда не беднеет, и еще с этим царством мы войдем в царство небесное, помните, у нас будет еще одна тема, что такое царство Божие и что такое царство небесное, это две разные вещи, да, поэтому для меня крест, именно вот так Господь меня объясняет, именно так, что на кресте я все совершил, и его легко нести, его легко нести, как его нести? Вера это мой крест, да, я верую в него, что он сделал, и это приносит мне радость, я ношу его каждый день, слава Господи, что он мне этот крест, я его ношу каждый день, спасибо Господу за этот крест, который я не могу даже ощущать на себе, но я могу ощущать только через радость, да? Значит, все благо, да? Ну, я так понимаю, для меня это так открыто, и когда оно для меня так открылось, я пожинаю плоды этой, вот этой моей веры, пожинаю плоды моего исповедания, да, я исповедую, что крест, многие исповедуют, что крест это тяжесть, вот, например, вот у меня умер там, умерли родители, да, вот у крест такой, вот у меня такой крест, вот то-то там случилось, вот крест, нету такого, нету, знаете, если родители верующие, то надо радоваться, что они с Господом, ну, если родители ушли неверующие, конечно, ну, что мы можем сделать? Мы же ничего не можем сделать, мы все равно продолжаем радоваться, да? У нас каждый день, и надо всегда думать, что каждый день у нас есть такая возможность, пока у нас в ноздрях жизнь наша, да, через наше дыхание, мы должны каждый день говорить это благовестию людям, говорить эти зерна, да? Поэтому вот этот для меня крест, это самое великое, чудное, которое хочется носить, которое я, которое я с удовольствием ношу каждый день, ночь и день, нету такого разницы. Да, главное напоминать то же самое, вот, забыл, нет, это не значит, вот, вчера я сделала достаточно каждый день, да, как в Библии написано, каждый день берем этот крест. Да, каждый день, ежедневно, ежедневно крест, на котором все совершено для нас, брать то, что он для нас сделал, да, и благодарить, благодарить за то, что он у нас забрал, а забрал, что он нам дал, он искупил своей кровью, он выкупил, он заплатил вот эту огромную цену, заплатил за нас, я сказала, я беру этот товар мой, да, вот, как бы, грубо выражаясь, да, товарным языком, и вот он заплатил высокую цену на этом кресте и говорит, вот этот, несите и говорите, что я, за меня заплачена высокая цена. Ты правильно сказала, Ася, что надо это говорить каждый день, потому что, почему, потому что, когда мы говорим, да, наши уши слышат, а наши уши находятся в нашей душе, да, потому что нашему духу не надо слышать, наш дух говорит и слышит 24 часа в сутки, да, 7 дней. Дух наш слышит, видит, да, а душа должна слышать, поэтому мы говорим, и еще весь духовный мир, вы знаете, в духовном мире там демоны кишат, там ангелы воюют с ними, да, там этот духовный мир происходит, да, и когда мы говорим это вслух, то духовный мир злой, черный, темный духовный мир дьявола, он погибает, он безоружен, да, и мы, и наши ангелы, мы имеем силу, да. Ну что ты, что ты еще хочешь добавить, Ася? Вот, вы уже сказали, что Иисус, Он забрал, у нас есть тенденция порой говорить, Господь, забери это, когда уже Бог забрал. Молодец, аминь, аминь. Я только что, недавно только начала так молиться, правильно можно сказать, что уже есть у меня. Да, в прошедшее время. Да, в настоящее время уже есть, а вот то, что забери, уже прошло. Да, Он уже забрал, и ты говоришь, спасибо, что ты забрал, да, ты забрал. Давай, у нас осталось несколько минут, мы помолимся за это, да? Дорогой Отец Непестный, спасибо, что ты послал своего Сына Иисуса на землю, спасибо Иисусу, что ты забрал все это, и уже нам не надо переживать, и мы живем в свободе Христе, в свободе, и мы идем с Иисусом Христом рука об руку, и нам не надо уже переживать, и ты уже дал нам. Любовь, и мудрость, и силу вместо страха, и мы уже посажены на небесах, спасибо, благодарим Тебя, что мы царственное священство, и вся слава Тебе во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь, аминь, всем словам аминь, слава Богу, потому что все это написано в небе, все, что она сказала, это написано, так написано в слове, мы ходим в этом. Спасибо еще раз, что вы посмотрели, послушали. Крест замечательный, Иисуса Христа, берите и ходите на кресте, и с крестом в кресте есть жизнь, жизнь на этой земле и вечность. Спасибо Тебя, Господи, за это откровение, Господь, за то, что Ты нас с нами беседаешь, что Он говорит. Я благословляю Вас, спасибо Вам огромное, а устами младенцев глаголит истина тоже, да, Господь говорит устами младенцев. Спасибо, Ася, что Ты пришла, что Ты поделилась удивительными жемчужинами Божьими, будьте благословенны, спасибо еще раз, что посмотрели, пишите, пишите свои комментарии, спасибо Вам еще раз, аллилуйя, аминь.